Жалагарцы отмечают праздник нового урожая. Несмотря на сложности, дефицит воды, капризы погоды, жалагарские аграрии довольны отдачей своего труда. С каждого гектара рисоводами собрано по 57 центнеров. И в эти дни они принимают заслуженные почести. В этом году сельхозформирование района возделали 36 315 гектаров земли. Из них 22 366 гектаров составляет рисовый клин. Несмотря на непогоду и маловодие, земледельцы своим самоотверженным трудом добились высоких урожаев. Особые почести рекордсменам. Звание передового удостоено хозяйства Байтабын. Здесь собрали небывалый урожай – по 72 центнера с каждого гектара. На празднике также были отмечены лучшие бригадиры, механизаторы, жадкисты, перевозчики. Я работаю седьмой год, работаю перевозчиком. Благодарю за награду, очень рад. В былые времена, в 90-е годы, мы, земледельцы, получали по 35-40 центнеров с гектара. Сейчас этот показатель составляет от 65 до 80 центнеров. Благодаря современной технике все собрали в срок и без потерь. В честь праздника состоялся турнир Тьё-Палуанов с участием борцов из Шимкента, Алматы. Однако весь пьедестал почета заняли именитые места и палуаны. Первое место и главный приз – миллион тенге завоевал победитель Казахстан-барысы 2017 Еломан Ергалеев. Второе место – Нуром Салим Гиреев. Третье – Махсат Исагобылов. Впереди в этом году республиканский чемпионат по джюдо. До Олимпиады еще есть время, около двух лет. Планируем участвовать. Событием этих дней стало открытие аллеи Тахзым и установка на ней бюстов государственных и общественных деятелей Тимирбека Жургенова, героя социалистического труда Узака Испанова. Здесь же установлен памятник жертвам Каракумского восстания, Чернобыля, полигонов семьи и павшим воинам-интернационалистам. Каракумское восстание, Тимирбек Жургенов, Узак Испанов, жертвы Чернобыля, участники афганской войны. Уважение и дань их памяти очень важны для воспитания на их примере наших потомков. Эта инициатива должна стать примером и для других районов. Жалагашцы отдали дань памяти видному государственному и общественному деятелю Ильясу Кобылову. Патриот своего народа он в 1938 году репрессирован и расстрелян. В 615-летие со дня его рождения в ауле Даумбай установили памятник. В 1938 году репрессирован. Тогда вышла 58-я статья, состоявшая из 12 пунктов. Шпион Монголии, Японии или турецкий агент. Неважно. На всех действовала эта 58-я статья. Люди, которые были расстреляны в тот год, все подпадали под эту статью. Какой той без айтыса? В республиканском айтысе приняли участие 12 акынов. Гран-при завоевал наш земляк Нурмат Мансуров. Первое место – алматинец Рустам Каиртай Улы. Второе – Айбек Калиев из Аркалыка. Мухтар Ниязов замкнул тройку сильнейших. Праздник нового урожая завершился галоконцертом с участием звезд казахстанской эстрады.